Это здание облгосадминистрации во Львове на Западной Украине. Как и в Киеве, здесь также установили огромные баррикады вокруг всего здания. Для постройки баррикады используют мешки со снегом, покрышки, бревна. Чтобы восстановить эти баррикады, люди работали всю ночь. Вчера вечером сотни антиправительственных демонстрантов взяли штурмом это здание. Они заставили назначенного президентом Януковичем губернатора написать заявление об отставке. Сегодня днем мы здесь видим толпы людей, которые прогуливаются во дворики администрации. Некоторые расчищают снег с тротуара и запихивают этот снег в мешки для баррикад. Здесь также раздают горячую еду. Я вошел внутрь этого величественного здания. Но сегодня трудно себе представить, что это офис облгосадминистрации. Толпа людей с интересом заходит сюда, чтобы посмотреть, что здесь происходит. Судя по всему, представители профсоюзов, молодежных организаций и демонстранты решили вместе взять штурмом здание. В отместку на происходящее в Киеве в знак протеста против действий властей. Поступает все больше сообщений о других облгосадминистрациях в других областях, которые протестующие либо пикетируют, либо захватили. Здесь власть возьмет все-таки народ или нас выносит вперед ногами убитыми. Мы отсюда не уйдем. Это Андрей. Он называет себя комендантом. Он руководитель одного из местных профсоюзов. Он рассказывает, что, как правило, здесь работает множество чиновников, которым теперь сюда вход воспрещен. Здание принадлежит протестующим. Здесь портреты бывших главных в Львовской облгосадминистрации. Что касается ушедшего вчера в отставку Олега Сала, никто даже не знает, где он теперь находится. Поступает сообщение, что он отозвал заявление об отставке, поскольку написал его под давлением толпы. Но людям, которые находятся здесь, это неинтересно. Теперь власть здесь у них в руках.